Здравствуйте! Это новости на телеканале СКАД. В студии Екатерина Култаевская. Смотрите в нашей программе. Его задача одна – охотиться на людей. Особая военная специальность. На полигоне в Рощинском прошли тренировки снайперов. Мест для первоклассников у нас хватает. Что надежнее – электронное заявление или личный визит в школу? В губернии продолжается набор первоклассников. Сурки в Ростове с весна будет. Грызуны-метеорологи в Самарском зоопарке отметили день сурка. Первой жертвой гриппа в Самарской области от осложнений погибли два человека. Это мужчина из Самары и жительница одного из районов. Оба не были привиты. На данный момент свиной грипп официально подтвержден у 37 жителей региона. Отмечу, еще неделю назад было всего три таких случая. То есть рост заболеваемости по гриппу в Самарской области за неделю составил 75%. У РВИ в губернии болеет почти 19 тысяч человек. Большая часть из них – почти 12 тысяч в Самаре. В областном Минздраве сообщают, что обстановка по гриппу в регионе лучше, чем в соседних. Привито более 36% жителей. Добавлю, что в России от свиного гриппа скончались свыше 130 человек. Трое детей пострадали в аварии под Новокуйбышевском. Рано утром на дороге Самара-Волгоград десятка столкнулась с 99-й. Водитель десятой модели не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь столкнулся с другим авто. В момент аварии кроме водителя в машине находились его жена и трое детей. Все они были доставлены в больницы. Водители и пассажиры 99-й также на скорой увезли в больницу Чапаевска. Отмечу, что по данным сотрудников госавтоинспекции, никто из маленьких пассажиров не был пристегнут детскими удерживающими устройствами. Факт, что ДТП сейчас устанавливается. Но первая проблема, которая у нас, она общая и городская, и общая областная. Это разная резина, установлена у вас в 20,0,10. Все четыре колеса разные. Одно шиповное, три не шиповных, даже радиусом разное. То есть ситуация, конечно, произошла, можно сказать, 90% из-за данной причины. Насколько население губерния защищено от природных и техногенных катаклизмов? Итоги работы за 2015 год озвучили на учебном методическом сборе. По словам представителей МЧС, за минувший год в Самарской губернии произошло шесть чрезвычайных ситуаций. Последствия этих ЧП были оперативно ликвидированы. По данным ведомства, в настоящий момент в области есть тенденция снижения пожаров. Кроме того, в губерниях в прошлом году были введены в строй два пожарных депо. Сейчас ведется строительство еще двух объектов. На совещании также обозначили задачи на будущее. В первую очередь, повышенной внимания уделяется подготовке к чемпионату мира. Я хочу с радостью отметить очень серьезную работу, которую провело Главное управление. И в настоящий момент та система управления, которая организована совместно органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и Главного управления, позволяет подвести итоги и сказать, что по линии системы управления вы к чемпионату мира готовы. Противники не догадываются, где они, пока не прилетит пуля. Армейские снайперы тренировались на полигоне в поселке Рощинский. Скрытно провести несколько дней в поле при любых погодных условиях, действовать слаженно и поразить цель. Таковы задачи, поставленные перед меткими стрелками. Об их профессии с первых уст в репортаже Максима Острикова. На полигоне в Рощинском ветер, снег, сырость. Но задача снайпера поразить цель в любых условиях. На вооружении стрелков винтовки СВД-С. Проверенная временем надежная конструкция. О ней много легенд, что стреляет на километры больше, пробивает рельсы и прочее. Это все сказки. Дистанция для стрельбы при упражнениях 250 и 550 метров. Для других расстояний другие винтовки. Но самое хорошее оружие ничего не стоит без хорошо подготовленного стрелка-снайпера. Снайпер это охотник. И его задача одна охотиться на людей. Поэтому задачи снайпера, они как были, так и остаются. Это уничтожение особо важных огневых средств противника. Это нарушение управления в рядах противника. Борьба против снайпера. Ну и уничтожение офицеров. Уничтожение расчетов орудий и пулемета в выведении из строя технических средств противника и разведка – это тоже задача снайпера. Стрелок может действовать в одиночку. Но наиболее эффективная работа в составе пары. Для наиболее точной стрельбы необходимо знать расстояние до цели. Для этого используется компактный лазерный дальномер. Напарник передает снайперу данные. Тот регулирует прицел и производит выстрел. Группа может действовать автономно несколько дней. На тренировке бойцы ставят палатку и маскируют ее. Это их укрытие от погодных условий, место для сна и приема пищи. В данной оборудованной палатке снайперская пара может переночевать ночь спокойно. То есть в ней находятся спальники. Теперь при температуре до минус 20 градусов в полном комфорте можно отдохнуть 6-7 часов. Совет от профессионалов. Если все же стали замерзать, поможет простой бытовой предмет. Вырезать дно от бутылки, взять свечку, поставить ее между парой и будет тепло в палатке. Главное не уснуть только с ней, а то будет слишком жарко. Роль снайперов в современных войнах и локальных конфликтах становится все более важной. Порой один, но вовремя и точно сделанный выстрел по противнику может спасти десятки и сотни жизней военнослужащих и гражданских. Максим Острика, Владимир Терентьев, СТВ. Глава региона Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым. Разговор шел о перспективах развития государственного архива Самарской области. Напомню, главное государственное хранилище региона, где находятся важнейшие документы, долгие годы располагалось зданием, построенным в середине XIX века. Сегодняшнее помещение тоже не удовлетворяет современным требованиям. Для того, чтобы обеспечить сохранность документации, необходимо спроектировать и построить новое здание площадью не менее 14 тысяч квадратных метров, оснащенное всеми современными системами. Николай Меркушкин отметил важность предстоящей работы. Стороны обсудили также модернизацию системного хранилища. В этом вопросе, подчеркнул глава региона, архивисты могут рассчитывать на возможности технопарка Жигулевская долина. Пока прервемся и вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Сурки проснулись и весна будет. Грызуны-метеорологи в Самарском зоопарке отметили день сурка. Продолжаем выпуск. Кто первый? В губернии продолжается кампания по набору первоклассников. В этом году педагоги ожидают свыше 36 тысяч будущих учеников. Напомню, что уже не первый год традиционные заявления о приеме родители могут подавать в электронном виде. На сегодняшний день подано уже свыше 19 тысяч заявлений. Насколько прозрачна компьютерная система, узнала Светлана Лискова. Их стало больше. Число первоклассников по сравнению с прошлым годом выросло. Однако шансы по-прежнему для всех одинаковы. Два года назад в губернии в тестовом режиме опробовали систему электронной подачи заявлений. И она не только прижилась, но и набирает популярность. На начало февраля свыше 19 тысяч родителей уже определились с выбором школы. Это так называемая первая волна, когда зачисление идет в образовательные учреждения, привязанные к адресу ребенка. И большинство родителей предпочитали воспользоваться компьютерной системой. После того, как заявление подается в систему, в течение трех рабочих дней, не считая времени подачи заявления, необходимо принести документы в подлинники в школу. И в течение семи рабочих дней уже должен быть в образовательном учреждении и сдан приказ о зачислении ребенка в лицей, в гимназию, в школу. И все эти документы должны быть также открыты и также в системе размещены. Компьютерную систему, уверяют чиновники, невозможно обмануть все документы, даты, подписи, имена, фамилии, видны как на ладони. Эта информация надежно защищена. Изменить ее нельзя. В губернии работают конфликтные комиссии. Проблемные вопросы есть и связаны они в первую очередь со школами популярными, с высокой образовательной планкой. Попасть туда хотят многие, независимо от мест проживания. Но примут далеко не всех, хотя принцип заявлен для всех одинаковый. Другого принципа, кроме времени подачи заявления, открытого, понятного, прозрачного, четко фиксируемого, сейчас нет. Ни о каких экзаменах, ни о каких конкурсных отборах в начальную школу речи не идет и идти не может. Родители могут подавать заявление сразу в несколько школ. Однако принят будет только тот электронный документ, который попал в систему первым. Право лично прийти в школу и написать заявление от руки тоже сохраняется. Светлана Лискова, Николай Сидоров, СТВ. О наиболее заметных событиях в нашем видеообзоре. С 1 февраля на 7% выросли все социальные выплаты из федерального бюджета, кроме материнского капитала. Об этом говорится в постановлении правительства. Кроме того, на 4% увеличены и пенсии. По данным Минтруда, повышение обойдется федеральному бюджету в 30 миллиардов рублей. У неработающих пенсионеров пенсия в этом году может увеличиться еще раз летом. Но действительно ли это произойдет и насколько она может вырасти, станет известно позже. Также в феврале на 7% будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты. Самые массовые социальные выплаты, осуществляемые пенсионным фондом. Правительство обсуждает возможность повышения взносов в Пенсионный фонд России. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвитию и Минтруду проработать соответствующий вопрос. На повестке дня три предложения. Во-первых, введение дополнительного 2% платежа с работающих россиян. Во-вторых, двукратное увеличение нагрузки на большие зарплаты. Сейчас ставка для выплат, превышающих 796 тысяч рублей в год, равна 10%. Предлагается увеличить ее до 20%. В-третьих, государство задумалось о переходе к единому страховому платежу. По прогнозам, эти меры пополнят Пенсионный фонд на 650 миллиардов рублей. В связи с эпидемией гриппа пресс-служба РЖД решила успокоить. Граждане сообщают, что работники поездных бригад не имеют полномочий удалять из поезда пассажира с подозрением на заболевание. В соответствии с правилами, пассажир может быть удален из поезда медицинскими работниками в случае болезни, препятствующей возможности его дальнейшей поездки или угрожающей здоровью других пассажиров, если нет возможности поместить его отдельно. Человека могут высадить лишь на той железнодорожной станции, где есть необходимые лечебные учреждения. Когда пассажир сходит с поезда из-за болезни, необходимо поставить на проездной документ штамп в кассе вокзала. После выздоровления он сможет продолжить поездку по тому же билету. Гидромедцентр в одном вольере. Чтобы определить, скоро ли наступит климатическая весна, в Самарском зоопарке ежегодно 2 февраля отмечают День сурка. Грызунов-метеорологов там два – Иван да Ева. За их поведением и наблюдают. Показались ли бы бойки из укрытия, почуяв потепление, знают наши корреспонденты. И вот там, в этой бескрайней степи, этот звук разносится на очень большое расстояние. И все остальные сурки могут понять, что опасность близко. Главный зоотехник Александр Кузовенко, видимо, настолько правдоподобно изобразил сурка, что весники весны решили подольше и носа не показывать из укрытия. В расписном домике, утепленном соломой, они проспали с конца сентября. В дикой природе степные сурки отдыхают куда дольше. На юге Самарской области впадают в спячку еще в конце июля. На севере региона – в середине августа. Бойбаки зоопарка проснулись как раз к празднику, накануне Дня сурка. Сначала сотрудники почивали самца по кличке Иван, за ним и подругу Еву. Вот такое соединение традиций даже в именах. День сурка изначально отмечали только американцы. Теперь во многих странах мира гораздо перекладывать ответственность за долгосрочные прогнозы погоды на братьев наших меньших. Конечно, народу очень много сурка, за ними разглядеть трудно. Но, тем не менее, очень приятно посмотреть на животных так вот вблизи. У нас столько примет существует в природе, и хотя бы одна из них не сбывается. Приметы всегда они как-то, все равно не зря их придумывают, не зря их представляли. Потому что древние, как говорится, они этим приметам верили. И во многом совпадают. Это в зависимости от того, что климат изменился, да, может приметам не совпадать. Считается, что в этот день нужно наблюдать за грузовым метеорологом, вылезающим из своей норы. По его поведению судить о близости наступления весны. По Осмурно, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Значит, весна ожидается раннее. Солнечно, сурок видит свою тень и прячется. Будет еще шесть недель климатической зимы. В зоопарке, как ни старались, крепость сурков взять не удалось. При этом, по-своему, научились интерпретировать поведение питомцев. Можно предположить, что в этом году весна будет обычной и придет где-то до 10 апреля. Мы на это очень надеемся. То есть она не будет ни ранней, ни затяжной. Степные сурки относятся к охотничьим видам, но в наших краях их количество сокращается. Зоопарк у бойбаков отловили еще в 2010-м, в Большечерниговском районе, для размножения и в дальнейшем увеличения популяции в дикой природе. Но пока Иван и Ева не порадовали потомством. Зато ежегодно в День сурка становятся звездами. Такого количества фото и видеооператоров не наблюдается в зоопарке ни в один другой праздник. Дина Сметанова, Эдуард Тростигаев, СТВ. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского – gslimansky.ru. Читайте наши новости Перми в социальных сетях, группах СКАД, СТВ «Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАД». Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Перми в социальных сетях.